Это потенциальный соперник, друг или враг, последние несколько недель и месяцев. Наш общий подход к России необходимо пересматривать. Агрессивная Россия это угроза для мира и стабильности региона. Их действия в Грузии были неприемлемы. И в настоящий момент будущий президент должен следить за выполнением шести пунктов по прекращению огня в Абхазии и Южной Сети. Мы должны укрепить наш союз. Мы объяснили России, что в 21 веке нельзя быть сверхдержавистой себя, как держава 20 века. Мы солидарны и поддерживаем прибалтийские государства и восточноевропейские, а также мы солидарны с Грузией и Украиной. Они могут вступить в НАТО. Мы приветствуем это. Но также мы не можем вернуться к холодной войне с Россией. У нас очень много общих проблем, которые мы решаем, в том числе и нераспространение ядерного оружия. И предотвращение того, чтобы ядерное оружие могло попасть Калькаиде или еще каким-то террористическим организациям. Мы должны работать с Россией. Но следующий президент должен руководствоваться национальными интересами при сотрудничестве с Россией, а не смотреть в глаза и пытаться прочитать душу. Меня заинтересовала реакция Обамы на агрессию России. Опять, немножечко наивно. Россия совершила серьезную агрессию против Грузии. И Россия теперь становится страна, наполненная нефтью долларами. И премьер-министр – это бывший аппаратчик КГБ. Я посмотрел ему в глаза, и я прочитал. Агрессия в Грузии – неприемлемое поведение. Но я уверен, что у нас не будет холодной воды. Я уверен, что это конфликт связан с нефтепроводом, который проходит по территории Грузии. Это не случайно, что президенты Латвии, Эстонии, Польши, Украины прилетели в Тбилиси и провели большое количество времени, чтобы показать свою солидарность с президентом Грузии. И озабоченность, что Россия становится империей вновь. Мы будем поддерживать, мы, Соединенные Штаты, мы будем поддерживать вступление Грузии и Украины естественным путем в НАТО. Нарушение России, соглашение о прекращении огня. Я был там, и я видел большой плакат территории Грузии, и большой плакат, на котором было написано «Путин наш президент». Сейчас очень сложная ситуация. Мы хотим, мы должны работать с Россией, но мы должны добиваться того, чтобы мы работали со страной, которая уважает суверенитет. А сейчас у нас еще Севастополь, где находится военно-морская база российского флота. Это Крым, Украина. И украинцы должны понимать, что мы в этой ситуации друзья и союзники Украины. Маккейн и я согласны здесь во многом, кроме одного. Я сразу же сказал о том, что вторжение России в Грузию было нарушением всех норм, это было незаконно. Я первым сказал, что мы должны помочь в восстановлении экономики, и я призывал отправлять средства. На поддержку экономики два момента мнения о том, что Саакашвили так ослаб, что будет новый президент. Мы должны предвидеть некоторые такие проблемы. В апреле я предупреждал от министрации уже. У вас есть миротворцы из России на территории Грузии. Это не годится. Мы должны заменить их какими-то международными миротворческими силами. Если бы это было сделано, мы могли бы избежать многих проблем. Россия сейчас мощна из-за нефтяных доходов. 25% нефти. Не только Россия, здесь еще Иран, Венесуэла. Но у нас только 3% мировых запасов. И мы используем 25%. Вот почему я говорил о большем использовании альтернативных источников. И я говорил о том, что мы должны... Я думаю, что Маккейн... Я согласна важности энергии. Но также последние 26 лет, 23 раза, Маккейн голосовал всегда против расширения использования альтернативных источников. Но это такой же вопрос нашей независимости, как и многие другие, и нашей безопасности. А также... Следующая вопроса... Следующая вопроса... Следующая вопроса...